Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с расточным резцом необычной формы. Дело в том, что резец имеет сменные ножи. Я его заказал давным-давно еще в 90-е годы, в середине 90-х годов, поэтому ему больше 20 лет, но я его не мог использовать по той причине, что занимался мелкими расточными работами, поэтому он мне как бы не нужен был. Он довольно длинный, я уже его опробовал в работе. Значит, сами сменные ножи крепятся вот на этой основе. Мне сделали 12 штук, они, видите, все немножко ржавчины-нержавчины. В общем, после закалки я их так не трогал, кроме вот нескольких штук. С помощью вот этой оправочки их можно заточить под ножный угол. Я опытным путем определил угол относительно вертикали. Вот он как раз в вертикальной плоскости наружной режущей кромкой находится внутри. В общем, образует угол около 45 градусов. Вот на этой заготовке я ее опробовал. Довольно глубоко, можно еще глубже. Главное, чтобы жесткая деталь держалась. Значит, каким образом и и какое удобство, преимущество. Во-первых, все сменные ножи изготовлены с быстрорежущей стали R675. Затачивать их очень удобно. И я для этого, для этой цели применяю свою дрель. Закрепляю ее в горизонтальное сверление приспособления. С помощью вот этой оправки я уже не буду раскручивать винт на М5. Он центрует этот нож. Сначала прохожу внутри, а затем почище эту ржавчину. Даже не ржавчину, просто после закалки такой нетоварной. И после этого на малых оборотах дрель включу на малые обороты и на алмазе по наружной кромке прошлифую. После этого, я думаю, что взять надо будет пастой ГОИ на войлочном круге и доведу до довольно высокой степени остроты. Что касается моего основного резца, которым я работал уже много лет, не одно десятилетие. Он изготовлен давным-давно, когда еще у меня не было нормальных хороших стамесок. Это один из самых первых. Изготовил ее из напильника. Он послужил довольно долго. Выручал меня во многих случаях. В частности, вот это у меня изделие, изготовленное из ясена. Толщина стенки 1 мм. На глубине 20 мм примерно, толщина стенки 1,5 мм. То есть, с помощью вот этого резца я делал довольно тонкие работы. Вы видите, что здесь лежат два крючка. Я где-то полгода назад познакомился с Григорием Ганжой. Мы с ним регулярно созванивались и вот обменялись, так сказать, любезностями. Он мне подарил два крючка. Один сделан с углеродистой стали, вот этот. А вот этот с быстрорежащей стали. Григорий Ганжа оказался очень хорошим мастером по изготовлению. В общем, мастер на все руки. Молодец. И большое-большое ему спасибо за это. Я ему кое-чем тоже помог. Ну, в общем, он меня отблагодарил вот этими рисами. Хотя я ими еще, честно говоря, не успел попользоваться. Сейчас я покажу, какая толщина стенки, чтобы не быть голосованным. А сейчас начинаю затачивать. Я оправку со сменным ножом установил в дрель. Сейчас начнем обрабатывать сначала грубой наждачкой, потом мелкой и перейдем на более мелкую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Грубую заточку я закончил. Сейчас перехожу на наждачку 320 и 600. Это 600 и 320. Доводку будем делать вот этой наждачкой. Угол заточки. Между наружным и внутренним конкурсом получился примерно 45-50 градусов. Вот результат. Можно сравнить. Субтитры сделал DimaTorzok Я поставил кусок заготовки. Это ольха. Видите, с трещиной. Попробуем испытать новый резец. Я сейчас придам легкую форму и потом начнем растачивать внутри. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Добро письма Резец Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вз pamет… Видно как... Резец работает очень эффективно. Довольно быстро. Довольно чисто. И поэтому еще раз могу сделать вывод, что работа неплохая и резец работает хорошо. Сменный резец имеет преимущество в том плане, что его можно в зону, которая отработала, закупилась, подкрутила терткой, повернула на 30 градусов и опять можно работать. Так что, кому интересно, можете повторить мой опыт. До свидания, до скорой встречи.